Спонсор передачи магазин детского питания и товаров для детей Викуша. Как же здорово чувствовать себя счастливой, нужной, полной энергии и сил, когда утро начинается с улыбки и предвкушения предстоящего дня. А что же делать, если все наоборот? Апатия, усталость, чувство ненужности. Сегодня мы с вами будем говорить об эмоциональном вагорании и главное о способах избавления от нее. С вами передача «Город женщин» и я, Саргалана Амосова. Давайте начнем. Совсем недавно, в мае этого года, в Европе эмоциональное выгорание было признано официальной болезнью. И уже с января 2022 года можно даже будет получать больничный. И сегодня я пригласила Анну Пшеникову. Она психолог. И прямо сейчас я у нее все разузнаю. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте сначала разберемся. Что же такое эмоциональное выгорание? Ну, это синдром. Синдром эмоционального истощения. И он возникает в результате постоянного накапливания отрицательных эмоций и невозможности разрядки, то есть выброса. То есть человек копит-копит, а от них не избавляется. И вот данный синдром характеризуется не только какой-то характеристикой, но еще и стадиями, и многими-многими признаками. А вот еще вот интересно, да, когда я готовилась к эфиру, вот я подумала, а как же понять, что я не просто ленюсь, да, мне не хочется что-то делать, а вот то, что мне действительно нужна помощь. Ну, мы все разные, да, ведь? И есть люди, которые, даже наблюдая за собой какие-то аспекты, да, он может все равно себя буквально стянуть с кровати и пойти на работу. Ну, надо. Ну, да. Так нас воспитывает, да? Есть люди, которые по любому поводу начинают кричать, что у него депрессия, да, поэтому здесь все относительно, но если ты чувствуешь и видишь, что качество жизни меняется, да, то есть аспекты такие, как семья, работа, личное вот какое-то пространство, то есть ухудшение идет, да, вот этого качества, тогда нужно бить тревогу действительно. А вот я еще знаю, да, что есть несколько стадий выгорания, да? Да. А вот как понять, что у тебя она есть и вообще какая у тебя стадия и как от нее избавиться? Ну, много авторов, много взглядов, много стадий, каждый по-своему, но мне больше нравится градация, где в основе лежит чувство усталости. На первой стадии человек полон сил, бодр, он готов горы свернуть, он взваливает на себя даже порой непосильные задачи. И это уже признак? Он не замечает этого, да, но это начало всех начал, к сожалению, то есть когда ты работаешь больше, чем нужно, то есть вкладываешься, да, за этим стоит азарт, даже чувство удовлетворенности от того, что ты делаешь, но всему есть предел. На второй стадии вот уже появляются такие вот зачатки усталости, и человек в течение дня мечтает лишь бы выспаться. Ну, мне кажется, у меня вот стиль жизни такой, мечта выспаться. Да, и вот он начинает замечать, но куда-то отодвигает вот эту усталость, и поэтому она имеет свойство накапливаться, да. Наступает третья стадия, где усталость, пик усталости вот набирается, и он начинает замечать за собой такие, ну, нехорошие эмоции, как раздражительность, агрессивность, порой даже апатию. Вот ничего не хочется, да, никого не хочу слышать, никого не хочу видеть. Вот эти наблюдения за собой, если имеются, значит, человек на третьей стадии уже. Ну, и самая четвертая стадия, мы понимаем, что по мере возрастания, тем больше, это уже стадия, когда на первый план выступают соматические заболевания. То есть соматика, физиология. Тело уже протест. Говорит, я больше не могу. Остановись. Хорошо. А какие профессии больше всего этому подвержены? Ваша профессия. Я так и знала. Есть действительно наблюдение, что такие профессии, как связанные с сферой общения, сферой коммуникации, взаимодействия, конечно же, журналистика, юриспруденция, но в первую очередь это педагоги и медики. Потому что у них вот взаимоотношения, клиент, ученик и сам специалист предполагает очень много эмоциональных затрат, души вкладывается. И поэтому они очень быстро сгорают, выгорают, перегорают, то есть кому как угодно. Есть наблюдение, что ряд руководящих профессий, то есть руководители, менеджеры, когда большая ответственность, когда нужны какие-то нереализуемые цели, проекты, человек тоже может сгореть. Люди, которые занимаются монотонной деятельностью, то есть изо дня в день одно и то же, одно и то же, тоже есть риск. Люди, которые имеют слабое здоровье, тоже имеют риск раньше времени, скажем, погрузиться в это состояние. И что интересно, в последнее время выделяют даже родители. То есть понятие родителей как особую профессию, да, они тоже подвержены выгоранию, особенно мамы, которые сидят по уходу, да. Есть даже такое понятие, как мама на нуле. Да, поэтому тут тоже нужно понимать и позволять себе как-то немножко встряхнуться. Да, вот сейчас наверняка наши телезрители уже почувствовали, да, может у них что-то откликнулось внутри. И давайте вот сейчас уже пути решения. Как проводить профилактику? Так, ну, как любая профилактика, конечно, это же осознавание того, что я должен предпринять, чтобы, ну, не наступило, да. Да. Поэтому в первую очередь я бы порекомендовала, конечно же, особый, скажем так, упор сделать на свое физическое состояние. Я имею в виду спорт, вылазки на природу, какие-то здоровые привычки, ну, от утренней зарядки до каких-то практик, может быть, да, дыхательных, релаксационных. Во-вторых, нужно заботиться, конечно же, о своем психологическом здоровье. Вот многие из нас не имеют представления, что это такое. Да. Да? И, ну, расшифровка такая, что вот внутренняя положительная речь к себе должна быть обязательно. То есть поддержи сам себя. То есть не говорить, вот, я неудачница, у меня снова что-то не получилось, вот такого быть не должно. Ну, то есть эти установки, они усложняют, они помогают выкарабкиваться, да. Позитивное мышление. Позитивное программирование, позитивные установки. Я хороший, ты хорошая, они хорошие, да. То есть вот эти установки помогают преодолевать вот эти вещи. Конечно же, еще одной из мер профилактики является возможность впустить в свою жизнь все сферы жизни. Искусство, природу, общение, хобби. Вообще творчество – это большой потенциал для профилактики вот этого года. Ну, да, именно смена деятельности. Оттуда мы черпаем вот эту силу. Потом, ну, и, конечно же, научиться правильной саморегуляции. То есть мы копим-копим, а как это выплеснуть, у нас иногда не получается. Или получается плохо, допустим, да. Или мы не знаем, как это сделать. Поэтому вот упор сделать на то, чтобы научиться грамотно избавиться от этих отрицательных эмоций. Анат, а вы меня научитесь сейчас, как это сделать? Ну, давайте попробуем. Хорошо. Ну, наиболее такие быстрые экспресс-практики, да, они связаны с дыханием и с мышечной релаксацией. Их можно проводить где угодно. Даже вот сейчас, общаясь со мной, вы можете это попробовать. Находясь в очереди, где-то вообще в каком-то людном месте человек может немножко поработать сам собой. Смысл в том, что мы будем искусственно напрягать наше тело, для того, чтобы оно перестало вообще дальше напрягаться. То есть мы сейчас сидим с вами, да, и попытаемся сильно напрячь наши мышцы от макушки головы до пяток. При этом мы будем удерживать это напряжение где-то 3-5 секунд. И только потом медленно мы расслабляемся. Три подхода будем делать. Давайте попробуем? Давайте. Итак, 3-4. Сильно-сильно зажали. Удерживаем. Расслабляем. Что происходит в этот момент? Тело. Расслабляется. Она начинает переставать сопротивляться. То есть мы напряжены, даже я могла прийти сейчас напряженном. Чтобы его успокоить, давайте еще раз попробуем. Снова сильно, еще сильнее. Раз. Отпустили. При этом должно все напрягаться. Ну и третий подход, естественно, да, попробуем. Начали. Отпустили. То есть мы помогли ему расслабиться. Можно же сделать где угодно. Да. Даже вы пока ждете тут гостей. Ну а следующая практика, она тоже популярна, дыхательная. Заключается в том, что мы искусственно будем насыщать нашу голову кислородом. Да, голова не закрошится. Ну может, может, но это с непривычки. Мы делаем глубокий вдох, задерживаем 3-5 секунд, потом снова глубоко выдыхаем, медленно. Давайте попробуем. Выдыхаем. Когда человек напряжен, раздражен, злится, то в голове катастрофически не хватает кислорода. И клеточки что делают? Лупаются, умирают. И для того, чтобы восстановить какие-то логические моменты, да, чтобы он просто продолжал думать, мы должны помочь мозгу нашему насытиться. Снова попробовали. Отпустили. Ну, этим любят заниматься люди, которые заботятся о себе. И третий подход. Задержали. Отпустили. Вот две методики, два способа быстрого, скажем так, восстановления. Есть, конечно, более другие, углубленные, но это вот экспресс вещи. Можно вообще в любое время года? Конечно. Вообще можно утром начинать именно с этого, да? Именно с этого, хорошо. А вот мы, например, поняли, что у нас выгорание. Мы начинаем внимательно к себе относиться, выполняем практики. И в какой момент мы должны понять, что все-таки выгорание, оно прошло? Прошло, да? Какие признаки нам тело подает, может? Ну, дело в том, что, вот как я отмечала, многие из нас свою личную, скажем так, любовь к себе на последнее место ставят, да? И поэтому, когда ты начинаешь заглядывать внутрь себя, ты иной раз поражаешься, как я туда давно не заглядывал, да? И ты начинаешь делать выводы, что себя надо любить, себя надо баловать, и многие, конечно, этому посвящают много времени. Ну, такие признаки, как изменение качества жизни, опять-таки, да, происходит своего рода гармонизация внутреннего мира, тебе начинает нравиться, ты начинаешь получать удовольствие, ты начинаешь получать удовлетворение от того, что ты делаешь, с кем ты общаешься, как ты работаешь, как ты вообще выглядишь. Вот эти позитивные моменты, они являются критериями того, что выгорание начинает отступать. Хорошо, я вот только что вспомнила, вот когда человек расстроен, ну, многие из нас любят, ну, вкусно поесть, да? Вот такое вредное, мы поели, как-то пытаемся удовлетворить себя искусственно, но это же, ну, не есть хорошо, да, это же не помогает, наоборот, вредная еда, она же усугубляет состояние. Ну, есть такое понятие, как заедание проблем, да, и многие из нас знают, что моё решение проблемы в холодильнике, и поэтому бессознательно мы начинаем заедать. Это всё происходит от того, что в младенчестве, когда ребёнок кричал, мама что ему давала? Молоко. Еду, молоко, да, а может он просто кричит, потому что, ну, неудобно ему, да, ему постоянно давали программу того, что вот покушай, обязательно покушай, да. Да, это вот имеет предпосылки оттуда. Поэтому нужно разобраться, да, если эта привычка имеется, как-то с ней надо начинать уже дружить. Не скажу бороться, но дружить точно надо. Возможно, как-то организовать рацион питания, что-то добавить, какие-то продукты, которые немножко вот эту зависимость немножко скорректируют. Но результат-то откладывается, да, и поэтому не только на теле, но ещё и внутри от этого у нас самооценка снижается. Мы начинаем меньше встречаться с друзьями, мы начинаем меньше себя как-то позиционировать, вообще выпячивать себя, да. Поэтому уверенность тоже падает. Танна, а вот что вы можете посоветовать прямо сейчас нашим телезрителям? Относительно выгорания, да? Да. Нужно понимать, дорогие телезрители, что выгорание, оно имеет место быть в жизни каждого нас взрослого. И если в зарубежных европейских странах этому посвящается и больничный, и какая-то психотерапевтическая помощь, и даже за это платят, консультации предлагают, то у нас в нашем менталитете российском девиз такой «помоги себе сам». Если вы замечаете признаки, обязательно нужно их заметить, понять, принять какие-то меры для себя. Этими мерами может быть любимое занятие творчества, это может быть общение с интересными людьми, которые заряжают вас позитивом, вот желанием как-то находиться с ними и вот заразиться от них счастьем, да. Я вам желаю, чтобы у вас в голове всегда были только положительные установки, только позитивные такие вещи, которые всегда в любой ситуации помогают оставаться на плаву и вообще в целом получать удовольствие от жизни. Как мне понравилась вот ваша фраза «зарядиться, заразиться, счастье». Да, общаться надо с такими людьми. Большое спасибо, Анна. Я вот буду внимательно относиться к себе. Мне было очень полезно и, как думаю, нашим телезрителям. Спасибо. Да, как сказала нам Анна, с выгоранием можно справиться самостоятельно. Главное – любить себя. И что же такое любить себя, да, как восполнить ресурс, нам подскажет наша следующая гостья – Василина Попова. Она семейный консультант. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что такое любить себя? Любить себя – это понятие не связано с понятием эгоизма. Если человек чувствует себя частицей мира, если он видит во всем продолжение себя, то это любовь к себе, я считаю. Мир очень изобилен, мир, в котором мы живем, математически точен, богат, поэтому мир очень умнее нас. Поэтому чувствовать частью себя – это такой конструктивный подход. Именно начать любить себя, вот кажется, просто звучит, да, полюби себя. Но вот даже я, когда что-то вот думала, да, это же не так просто. Вот с чего начать, с каких маленьких шагов это можно начать делать? Думаю, это начинается с головы, в сердце. Когда человек воспринимает себя частью целого, то воспринимает себя в картинке целом тоже по-другому. А если мы думаем себя, ну вот я, целый человек и как бы единица, одна единица в картине, то это совсем другой подход. И мышление, познание мира себя происходит на другой платформе. Поэтому, скорее всего, с сердца начинать. С сердца начинать, да? А вот восполнить ресурс, говорят, типа, вот ты должна быть в ресурсе. А если я не понимаю, что такое ресурс, и тем более, как в нем быть? Что это? У каждой женщины своя природа женская, у мужчины своя природа. И каждый человек должен знать свою природу, как с ней работать, например, в каких случаях, в каких ситуациях, как действовать. И эти знания очень помогают находиться в ресурсном состоянии. И человек чувствует все равно интуитивно, когда он в ресурсе, когда не в ресурсе, когда оставаться наедине, когда пообщаться, пойти куда-то. Это чувствуется. Да, вот смотрите, иногда бывает то, что вот семья, да? И в семье наступает эмоциональное выгорание. И вот как работать, чтобы этого не случалось? Если это случилось, это решить. Как преодолеть? Ну, если в семье мама и папа, как два человека, взрослых, целостных человека, то накрывают обычно сначала одного, потом другого. Поэтому как бы все сразу не становится катастрофически сложно. Семье самое главное – это честность, искренность, это поддержка, взаимопонимание, что жизнь состоит из циклов, как волна, волнообразная. И это нормально, когда человек устает, когда он хочет оставаться один или побыть. Ну, постоянно быть семьей – это уже как-то нужно отдыхать друг от друга. Да, а как долго? Ну, тоже чувствуется, например, отпускать мужа на охоту или женщине, побыть с подругами. А вот я, допустим, много читаю, да, про биографию успешных людей, и очень многие из них говорят, что свое утро они начинают с медитации, да. И так легко говорят, вот помедитируйте 15 минут, да. А я знаю, что вы увлекаетесь тоже этим, да. Как вы, как это вообще делать? Состояние в ресурсе – это находить язык сердцем своим и делать то, что тебе нравится. И сама жизнь наша, как медитация, например, да, получать удовольствие, наслаждаться жизнью, здесь быть и сейчас – это тоже как медитация. Например, мы общаемся, и мы получаем удовольствие от этого общения. То есть сейчас у нас тоже медитация. Это тоже как медитация. Да, я думала, медитация – это должно сесть в позу лотоса, сделать руки вот так и там уйти в какой-то другой параллельный мир. Не обязательно. Наблюдение тоже как на медитация. Я очень люблю наблюдать за природой, как идет дождь, как звучит, например, вода. Вот, вот это, кстати, да, вот говорят же, перестаньте куда-то бежать, живите здесь и сейчас. Вот это, вот сейчас, мне кажется, вот людям сложно, да, вот остановиться и просто смотреть, как идет снег, да, вот. Да, это медитация. И даже когда мы моем посуду, мы можем почувствовать силу воды, мы можем вообразить, что мы кого-то учим, например, президента мыть посуду. И это тоже своего рода медитация. И медитация – это такое вот ощущение внутреннее, когда ты ощущаешь гармонию и баланс. И вот когда теряется вот этот баланс, начинается вот встряска, турбулетное состояние. Когда ты не принимаешь свой космос внутренний, когда ты теряешь вот эту связь со своего внутреннего «я» с внешним миром, внутреннего и внешнего, то там обязательно нужно успокоиться, остановиться, найти точку соприкосновения и поплыть, быть в потоке. А вот Василина, а как вы справляетесь со стрессом? А, стресс. Стресс – это такое современное слово. Стресс. Ну, наверное, людям отличаются, да, кто-то сенсор, кто-то интуит, у кого-то рациональное мышление, у кого-то рациональное. И у интуитов я, как интуит, чувствую себя, например, наедине очень хорошо. Поэтому я по утрам стою, например, в птичьица. В пяти. Да, в пять. Без пятнадцати пять я просыпаюсь. И время до семи, до восьми – это время моё, только собственное. А, именно утреннее. Время, да. И в это время можно в спокойствии, в благостных вибрациях, когда атмосфера такая, всё только начинается, всё только просыпается. Это такая атмосфера таинства, магии, волшебства, ну, можно так принять. И заниматься своими любимыми делами – это очень наполняет. И быть в ресурсе – это вставать рано тоже. Да, ну вот вставать рано, а с чего начать? Вот, говорят, есть совы, жаворонки. А как вы думаете, действительно есть такое деление? Жаворонки, совы, они появились, когда появилось электричество. Вот, Саргланов, сейчас вот можете поехать в природу, в лес, очень красивая избушка, и человек всё равно будет там на волне природы. И жаворонок, сова – это, мне кажется, искусственное. И если мы хотим приблизиться к природе, мы можем автоматически для себя принять, что я хочу рано просыпаться, рано ложиться и жить с ритмом природы, то получается. Ну, в первые два дня, конечно, будет колбасить, но потом… И вы вот утром в пять часов просыпаетесь просто сами, да? Да, потому что, представляете, если я буду каждый день просыпаться в пять, то у меня появляется один день в неделю свободный, только для себя. Да, целый день, да, мы так освобождаем. Да, тогда у меня, получается, в году не 365 дней, а сколько-то… Ну, какой у вас секрет, да, как вы всё успеваете? Вот, и, ну, наверное, как быть в стрессовом состоянии и как с этим справляться, наверное, вот в таких секретах кроется. А вечером во сколько засыпаете? Вечером, ну, к девяти уже, девяти к десяти, но обычно иногда бывает в одиннадцать, и психологи говорят, с одиннадцати до часу – это самое то время, когда нужно нашему телу отдыхать, отдых обязательно нужен, спать. А вот если про отдых, то как вы отдыхаете? Отдых – это смена деятельности, можно сменить что-то и что-то делать, и при этом отдыхать, потому что есть внутренний мир и внешний мир, это нужно разделять. Внешний мир, он такой, ну, он такой весь, да, успех, азарт, страсть, всё это во внешнем, а любовь к себе, понимание себя, интуиция – это всё внутреннее, и нам нужно постоянно возвращаться к себе, к своему внутреннему «я», чтобы вот эта связь была такая, прочная. Большое спасибо, Василина, мне было очень интересно. Спасибо. Говорят, что с выгоранием нам ещё помогает, помогает справляться путешествие, интересная, разнообразная еда, и далее нас ждёт очень вкусный сюжет. Здравствуйте, меня зовут Ким Чжин, я приехала из Южной Кореи, сегодня хочу вам рассказать рецепты вкусных корейских блюд. Мы обычно начинаем готовку с традиционного супа, и для его основы нам понадобятся водоросли, а также добавим немного сельдерея, и, конечно же, нам не обойтись без морских анчоусов. Рада, что все эти ингредиенты можно найти в Якутии. Успевайте записывать с экрана всё, что вам понадобится для бульона. Ставим нашу основу на средний огонь на 20-30 минут. Пока ждём, можем приготовить тофу. Он сделан из бобов, поэтому очень богат белками, так же, как и мясо. Нарезаем его небольшими кусочками. А сейчас будем делать соус. Для этого нам понадобится соевый соус, чеснок, перец чили, лук, и обязательно добавляем одну ложку красного перца и одну чайную ложку чеснока. Добавляя ингредиенты, учитывайте личные вкусовые предпочтения. Хорошенечко всё перемешиваем. И для лучшего вкуса нарезаем острый перец и лук. Они пригодятся нам чуть позже. Обжариваем тофу с двух сторон до золотистой корочки. Добавляем наш соус, а так же ароматный лук с перцем. Вот и готово наше вкусное тофу. Оно очень питательное, поэтому советую вам угостить этим блюдом ваших детей. Как и россияне, корейцы тоже очень любят огурцы. Поэтому сейчас мы приготовим из них острый салат. Это замечательная закуска. Добавляем перец, лук и обязательно тертый чеснок. Не забываем про приправы. Чем острее, тем лучше. Наш острый салат из огурцов готов. Он получился очень вкусным. А теперь нам осталось закончить начатое. Суп. Бульон уже готов. Теперь аккуратно переливаем его в любую емкость, в которой продолжим готовку. Крупно разрезаем речную рыбку. Можете выбрать ее на свой вкус. Добавляем овощи. Я, например, люблю картошку, морковь, кабачок и лук. Да и сельдерей. Обязательно чеснок, креветки и, конечно же, приправы. Корейцы верят в то, что чем длиннее еда в твоей тарелке, тем дольше будет жизнь. Можно еще долить бульона. И в самом конце добавляем тофу и варим еще несколько минут. Успевайте записать все ингредиенты. Вот так легко и просто можно приготовить традиционные корейские блюда. Приятного аппетита! Как же мне понравился рецепт. Я теперь, кажется, знаю, что буду сегодня готовить на ужин. Далее у нас будет короткая реклама, после которой мы будем говорить и далее о путешествиях, но уже про автопутешествия. Далее реклама. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами Город Женщин. Интересный факт. Говорят, что вождение автомобиля помогает бороться со стрессом. И сейчас я хочу вас познакомить с шикарной автоледи. Она мама, и вместе со своей семьей они путешествуют по нашей необъятной республике. Лариса Капитонова, автоледи, мама. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, я знаю то, что вы даже с годовалым ребенком ездили до Сунтаров. Да, ездили до Сунтаров. И как вы решились на эту поездку с годовалым ребенком? Вообще, на такие дальние поездки меня приучили с детства. С детства. Да, у меня родители, как бы, у нас было трое детей. И тоже мы ездили из города, тоже в деревню. Это было 90-е годы. То есть мы тогда ездили на машине УАЗ-санитарка. И сзади папа, ну, между кресел он ставил доску. И делал, ну, как бы, кровать у нас там была. И мы там сутками, тогда еще дороги не было, поэтому сутками мы ехали, для нас это было нормально. Мы даже ездили на Новый год, там 40-50 градусов. Летом ездили, когда там речки. Вот, поэтому, когда мы вот, у нас у самих появились дети, у нас такого не было, что там, может, дети не справятся. Просто взяли и поехали. То есть, ну, хорошо подготовились и поехали. Ну, вот о подготовке. Да как надо готовиться к поездке с маленькими детьми? Ну, мы готовимся, как бы, ну, у нас поездка к бабушке. То есть они хотят в деревню к бабушке. И из-за этого желания они ждут этого. Мы заранее говорим это, то есть там, вот мы летом или там зимой поедем к бабушке. И они ждут очень этого дня, конечно. Когда же мы поедем к бабушке. Вот. И, ну, готовимся мы там хорошо, потому что у меня муж очень такой требовательный. И, как, всегда заранее мы готовимся к поездке. А вот, а как кормить детей? Да, вот, или вы всегда где-то останавливаетесь, кушаете? Вот, что с собой нужно брать? Насчет еды, ну, вот, я очень серьезно отношусь к этому вопросу. Если даже, ну, если с детьми особенно. Ну, если мы сами едем, мы, конечно, можем там чайную где-нибудь покушать, да. А с детьми я, как бы, не рискую там покушать где-нибудь. Поэтому мы обязательно берем с собой еду. Там, картошку отварную, котлетки, огурчики. То есть еду, которую можно вот так вот, ну, поесть. Да, то, что вот и не портится, и вот держать удобно, да? И воду мы обязательно берем. Не соки, там, не морсы, а именно воду. Вообще в дороге дети же, они, как, немного едят, но все равно они кушают. И с собой еду брать обязательно. Да, а вот вы говорите, что вот в детстве вот доску, да, клали. А как ваши дети тогда спят в машине? Автокресло. Автокресло, вот, замечательно. Я думаю, вы, как опытная мама, да, можете дать советы. Как же правильно выбрать свое автокресло? Ну, при выборе автокресла для меня, прежде всего, это безопасность детей. Да, конечно. Да, и чтобы голова там не болталась, когда уснул ребенок. Да, кстати, вот эти вот вещи, они как раз для этого. Да, вот эти вот очень нравятся. Ну, вот это вот, да, на автокресло я вижу, что оно до рождения прям, как люлька. Ага. Я бы, я бы вообще не задумывалась, взяла бы такое автокресло, когда... И вот это вот, она, видимо, снимается, да? Да, она снимается, и до шести лет вот тут написано, как бы, и до шести лет тут спокойный ребенок. И он как люлька вот так потом. А, ну, сейчас верится, да? А вот это что делает? Нет, а вот это уже более для больших детей. Ага, но она тоже вот как-то может превратиться немножко, да, в кровать. Ага. И как? Здесь пятиточечные ремни безопасности тоже. Здесь тоже. А что значит пятиточечные? Они вот фиксируют. Ну, вот здесь фиксируют плечи, пояс и вот между ног тоже. И здесь вот тоже, вот видите, чтобы ремень не натирал, тоже такую подкладку делал. Да, то есть, когда мы выбираем ремешок, мы должны видеть, что тут не было просто вот так, потому что можно натирать, да, нежную кожу ребенка. Конечно, особенно летом. Особенно летом, да. Точно. Вот. И еще при выборе, ну, как, возраст тоже учитывается, потому что вот это кресло, оно уже на больших детей как бы не пойдет. Ну, до шести лет, с самого рождения до шести лет оно подходит, да. А до с каких лет вообще нужно автокресло детское? До двенадцати лет, да. Там есть, как, по килограммам же, если есть, ну, совсем большие дети, да, получается, там есть такие автокресла, которые не столько. Сидушка такая, да? Сидушка, и она просто, ребенок поднимается чуть-чуть наверх и пристегивается обычным ремнем, стандартным вот этим. Ну, все. Я еще вижу то, что вот у этих автокресел, ну, вот эта часть, она большая, да? Ну, это, так, амортизация, что ли? Да, чтобы если там по кочкам едем до деревни, да, чтобы они не болтались сильно и не просыпались часто, да, из-за этого. Да. Ну, вот это вот кресло я бы взяла вот это. Оно вам очень понравилось, да? У меня сейчас ребенок младше ей четыре года. Ага. У нас кресло, оно не такое, у нас там, если честно, голова там болтается. Да. Поэтому там приходится всякой разной подушке положить. Вот это вот вообще, по-моему, идеально. Да, вот. А на что еще нужно обратить внимание при выборе? При выборе автокресла, но цвет, я думаю, не важен. Нет, почему важно же, если для первого ребенка покупаете кресло, покупаете нейтрального цвета, а то если следующий ребенок будет, допустим, у вас девочка есть, следующий будет мальчик, кто в розовом, он уже не покатается. Да, ну тоже это, ага. Ну вот коричневый цвет, это не дальний цвет. Да, такой универсальный же, да? Вот, кстати, вот это вот очень, у меня вот дети иногда засыпают в машине, и даже головы могут постукаться сильно же, да? Да, вот это не очень вот нужная вещь прям вообще. Еще я думаю то, что, ну я бы выбрала потемнее, потому что, ну, март, да, пачкается. Но сейчас автокресла, они, кстати, все снимаются, и их вообще спокойно можно постирать в стиральной машине. Я постоянно стираю. И эти тоже стираются. Вот это все снимается, я кладу в стиралку, и оно очень хорошо отмывается все. Хорошо, а материалы, на что обратите внимание при выборе материала? Да, при выборе материала, ну, мне кажется, это кто, вот, вот сейчас автокресла, вот эти, они, как бы, у всех, мне кажется, одинаковый материал, видите? Ну, наверное, главное, чтобы он был такой натуральный и, ну, дышащий, наверное, да? Ну, все родители разные, да? Ну, сейчас автокресла, они все, по-моему, такие нормальные, нет такого, что там страшная синтетика такого нет, да? Ну, хорошо. Все дети разные, все родители разные, и, думаю, каждый родитель выберет самое лучшее для своего ребенка. Да, конечно. Ну, давайте перейдем к вам снова. Как вы научились водить машину? Впервые за руль я села, когда училась в автошколе. Это было 7 лет назад. Тогда инструктор у меня спросил, ты водила? Я сказала, нет. Ага. Потом мы поехали в автодром, я там поводила, он сказал, что ты врешь, ты же водила раньше. И сразу отправил меня в город. То есть это 7 лет назад, и, получается, с того момента я уже не выпускаю руль из рук. А зимой водите? Зимой вожу, но когда не скользко на дороге. Когда не скользко, да? А я вот помню, когда, ну, я вот, когда тоже училась, да, водить машину, я когда вышла в город, мне было так страшно. Прямо вот, как перебороть страх? Я, кстати, когда получила права, я потом очень долго не водила именно из-за того, что мне страшно, да? И, а как вот, если вот мы получили права, и как выйти уже без инструктора, да, как перебороть этот страх? Я в городе училась вечером, когда становилось мало машин, я выезжала одна. Я не хотела, чтобы со мной кто-то ездил. Кстати, да, да, а то кто, вот кто умеет водить, они же сидят, это неправильно. Это неправильно, и ты сидишь завязанная вся вот, и ничего не можешь сделать. Поэтому я тоже не люблю, когда так делают, поэтому я выезжала одна. Вот когда вот в Якутске я училась водить, я выезжала вечером одна, и потом, ну, самое главное, это соблюдать скоростной режим. То есть не торопиться, если тебе, ну, как, соблюдать правила безопасности, техники, ПДД, вот, и мне кажется, это, ну, легко. И вождение, самое главное, же опыт, то есть набираться опыта. Чем больше опыт, тем уже, как бы, более спокойнее становишься. А как вы относитесь к Серегибе, то, что вот женщины за рулем, это не всегда очень хорошо? Вообще, отрицательно к этому отношусь. Ну, сейчас, раньше женщин же было мало за рулем. Когда я была маленькая, там, увидишь женщину, там, тетя за рулем, да? А сейчас это вообще обыденное. И, ну, женщины, мне кажется, они более, ну, хотя, в принципе, есть разные люди. Есть и мужчины, которые не очень хорошо водят, есть и женщины, которые не очень хорошо водят. Тоже вот зависит от человека. Все зависит от человека, да? Как относишься к этому. Хорошо, Лариса, большое спасибо. Я думаю, вы сегодня вдохновили многих родителей, многих женщин на автопутешествия. Мощное спасибо. Сегодня мы говорим об эмоциональном выгорании. И, если вы заметили, все наши гости говорят практически об одном и том же, что нужна смена деятельности, что нам нужно хобби. И прямо сейчас мы с вами познакомимся с очень креативной и талантливой девушкой, с Нергуяной Петровой. Проходи. Здравствуй. Здравствуйте. Вот я смотрю вот на твой Инстаграм, да, ты прямо что-то творишь и прямо вдохновляешь. Мне тоже очень хочется делать такие красивые вещи. Как, вот ты с детства такая или это вот само пришло потом? В детстве я всегда любила что-то создавать своими руками. Например, если дарила подарки своим родным, близким, я обязательно делала либо самодельную открытку, либо какую-нибудь поделку. Потом я закончила матемыскую школу, получила образование экономиста и юриста. Ага, совсем не творческое такое, да? А, совсем не творческое. А, совсем не мое направление, как потом в конце оказалось. В жизни, конечно, пригождаются эти специальности. И потом, когда я забеременела третьим ребенком, у меня три сына, и в это время у меня обратно проснулась эта тяга к творчеству. Я начала заниматься различными видами творчества. Да, отпуск, уходы за ребенком, это просто очень классное время, именно когда человек может слушать, что хочет именно он, да, вот научиться слышать себя. И вот с чего ты начала? Что ты начала делать? В первое время я начала работать с фетром. Это такой материал, мягкий, плотный и не рвущийся. И из него я делала различные развивающие игрушки, именные гирлянды в подарок, аксессуары для девочек, потому что я когда была беременна, я почему-то думала, что у меня будет дочка. Поэтому творила, творила, создавала для принцесс, для девочек различные наряды и украшения. Получается, да? Потом у меня родился сын. Я, конечно же, все равно была рада. Да, и что потом все равно, может быть, будет девочка. И потом я постепенно перешла на дерево. То есть я стала делать изделия из дерева. Значки, развивающие игрушки, аксессуары для женщин. Да, вот сейчас я хочу дать немножко интриги. После рекламы мы с вами вместе с Нюргуяной кое-что сотворим очень классное. Далее реклама. Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами передача «Город женщин». И прямо сейчас мы вместе с вами сможем нарисовать вот такую шикарную картину. Я вот смотрю и вот прямо вот сейчас мы это сможем сделать, да? Да. Классно. А как эта техника называется? Эта техника называется «Флюид арт. Искусство краски». Флюид арт. Да. Да, давай еще посмотрим. Смотри. Вот видите, она вот, вот эта картина, она такая глянцевая. Мне кажется, она даже похожа на какие-то планеты, такой космос, да? Да, это абстракция. Здесь еще добавлена эпоксидная смола. Да, поэтому. И вот тут вообще нет такого, что текстуры краски, а как подносик, да? Так, а теперь у нас, смотрите, какая красота. Бирюзовый цвет, серебро. Сочетание. Это тоже можно использовать как поднос. Тоже как поднос. Да. А ты мне еще рассказывала вот только что, что ты даже используешь это, если на кровати хочется почитать, можно использовать вот так положить на кровать. Да, я делаю записи и какие-нибудь заметки я беру поднос. И либо, когда ты смотришь телевизор, можно поставить чашку. Да, можно поставить печенюшки. Классно. А есть еще очень шикарная картина, смотрите. Это как космос. Да, и вот сколько времени уходит вот на такую картину? Такую картину можно создавать минимальное количество времени, которое затрачивается. Это от 20 минут до часа. Это зависит от размера картины. От размера. Да. Вот смотри, я вот очень хочу, чтобы вы увидели вот эту картину. Смотрите, она еще такая текстурная. Да, здесь добавлен декор, кварцевый песок, поталь и такие глиттер и блеск. Представляете, вы можете дома такое сделать, поставить на самом видном месте и с гордостью говорить, это нарисовала я сама. Это же просто шикарно. Давайте записывайте вместе с нами. Сделать это действительно несложно. Нам нужны перчатки. Да, обязательно надеваем перчатки, потому что мы будем работать с красками. Чтобы сделать картину флюид-арт, нам обязательно, конечно же, нужна основа. Основа может быть разной. Круглой, квадратной, прямоугольной. Некоторые люди делают трипких, то есть три картины. Это тоже очень красиво смотрится. То есть не обязательно именно с холстом, можно вот просто, это вот, смотрите, это просто деревянный такой поднос. Так, что еще нам понадобится для этого? Нам нужны акриловые краски. Акриловые краски. Выбираем оттенки, которые нам нужны. Клей ПВА, который все знают, да? Клей ПВА просто вот для всего он, и для слаймов, и для картин. Водичка просто. Декор это у нас сегодня будет кварцевый песок. Кварцевые камни. А, вот что там использовано, да? Вот такой глиттер тоже продается в канцелярских магазинах. И сегодня мы попробуем использовать силикон. Вау. Чтобы придать более такой другой эффект. Классно. Давай начнем. Так, как здорово. Берем стакан. Да, вот что основа? Стакан. Основа стакан. И соотношение мы делаем, можешь поставить силикон. Да, конечно. Соотношение делаем примерно вот одну ложечку. Ага. Одна ложечка краски. Да, можно отбивать. Ага. Вот так, да? Да, можно придерживать сверху. Ага. Ой, какой красивый цвет. Такой перламутровый, да? Мы выбрали. Смотрите, как такая вот краска. И добавляем клей. Клей пыла в краску. Представляете, прямо сразу. Соотношение должно быть один к одному. То есть, сколько мы краски туда добавили, столько же и клея вливаем. Клею придает тягучесть. И потом при засыхании, можешь влить, картина будет держаться хорошо. То есть, вот этот вот эффект, он благодаря ПВА происходит. Угу. Перемешиваем, чтобы не было комочков. Константинция должна быть как сухие, ну, как сливки, то есть, да? Как сливки. Как жидкие сливки, да? Можешь перемешать. Угу. Так, перемешиваем. Ой, тут уже все очень красиво. Можно чуть-чуть добавить водички. Ага. Давай добавим. А водички сколько добавить? Немножко, немного. На глаз. Да, на глаз, чтобы у нас такая константинция была. Все очень просто перемешивается. Вот я уже вижу, что у нас тут уже однородность появляется. Угу. Ага. Если у нас получилось слишком жиже, то можно тоже добавить либо клей, либо краску. Угу. Теперь мы брызгаем туда силикон. Силикон. Да. Прям вот беру. Да, можно прям три пшика сделать туда. Раз. Ой, мамочка. Два. Угу. Три. Ага. Силикон делает эффект, да. Делает эффект, появляются пузырьки. Ну, мы это уже увидим на картине. Пузыречки. Хорошо? Да. Для начинающих можно сделать такие, допустим, эскизы, да? То есть, заранее прочертили, какие цвета мы хотим сделать. Вот. Можете сделать себе такую подсказку. Угу. Вот так. Вот. Но если делать в первый раз, то, конечно, вот, надо это сделать. А мы здесь уже заранее подготовили таким же образом заготовки. Тут бирюзовый цвет. Бирюзовый. И у меня тут белый цвет. И белый. Да, то есть у нас будет три цвета играть здесь. Так, хорошенечко все перемешиваем. Давай все, вылим. И начинаем сюда вливать. Вот сюда мы вылим. Например, я сейчас покажу, да, первую картину. Сперва мы вольем бирюзу. Бирюза. Да. Примерно вот так вот. Вау. И можно делать перетекание. Да, просто. Да. Смотрите, у нас тут есть пакетик вот такой, да, тоже можно вот, чтобы просто все собрать, и это ничего не заморалось. Можно добавить, допустим, да? То есть цвета мы добавляем вот так потихонечку, да? Потихонечку разные. Ага, вот кисточек нам не нужны. Нам нужны, главное, стаканчики, краска и клей, да? Если что, можно вот распределять мастихином. Мастихин называется. Да, придете такие в магазин. Мне, пожалуйста, мастихин. И все нас посмотрят, как на эксперта. В художественных магазинах это все продается. Можем вот так вот распределить, вывести картину, которую мы хотим сделать. Фигурку. И вот сюда мы сейчас вольем уже белый цвет. Возьми. Белый. Да, давай белый. Вот, 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 на вот этот кусочек, да? Хорошо. Так. А если все пошло не так, все пошло не по плану, все размазалось, переживать или нет? Техника флюид-арт хороша тем, что у нас все равно будет такая абстракция, да? То есть картина, ты никогда заранее не будешь знать, какая у тебя картина получится. Можно даже так это, да? А у меня было такое состояние, да? Да. Можно так сказать. Так, и вливаем теперь уже наше... Теперь наш самый красивый цвет. Прямо вот сюда? Да. Вот так вот тоже полосочку сверху. Ой, я ее все делаю, все правильно? Да, правильно. И занятие творчеством именно, да, помогает, вот, отдохнуть. Очень точно. Ученые доказали, что занятие творчеством снижает гормон кортизол, который, из-за которого появляется стресс. Угу, вот оно как. Да, поэтому всем советую заниматься творчеством. Да, вот я даже сейчас ощущаю, вот, я смотрю на это, и прямо это, я вот же, я же сегодня прямо и напрягалась, и дышала, все сделала, теперь рисую, прям вот, пятница моя удалась. Теперь добавляем тоже бирюзовый цвет. А, то есть мы с него начали? Да. Можно сюда еще добавить, да? Можно делать разное сочетание. Классно. Также перемешиваем. Ну, давай, вот, мы все о творчестве, о творчестве, я хочу узнать о тебе поподробнее. Скажи, пожалуйста, вот, о своей семье, чем вы любите заниматься, помогают ли тебе дети вот это вот все делать, любят ли они? У меня три сына, старшему 14 лет, среднему 13 лет и младшему 4 года. Угу. Творчеством они, конечно же, вот, когда они маленькие, все дети любят заниматься творчеством, когда они маленькие, допустим, а когда подрастут, они уже вот выборочно, да? Например, я со старшим сыном сделали настольную игру из дерева. Ух ты! Да, участвовали в различных НПК и, ну, занимали места, да? Второй, со вторым сыном мы делали самодельную книгу. Книжка. Энциклопедия «Игры дети Азии». Дети Азии. Даже так. Да, участвовали на конкурсе. С маленьким сыном тоже сделали развивающие игрушки из дерева. Угу. Подарили своему садику. О, как здорово. Тоже нравится. Вот я не могу глаз оторвать от нашей картины прям. Супер. Такая абстракция. Да. Преимущества техник и флюид арт, да? Материалов мало. Вот эта игра, да? Вот мы видим фотографии. Это различные виды творчества. О, это все делаешь ты, да? Рекорд для дома, скарабукин. Вот как раз настольная игра. А, как здорово. Изделие из дерева. И это вот тоже вот так можно все нарисовать, да? А, здорово. Сейчас мы можем уже снять перчатки и добавляем красоту. Красоту. То есть наш декор. Да, наш этот песок. Да, можно добавить глиттер. Смотри, у нас даже получилась картина не такая, не по нашему эскизу. Да. Да, то, что я сделала заранее. Всегда так бывает. Блеск ты можешь добавить там, где вот белый цвет. Вот так вот. У меня такое состояние. Хочу всего и много, да? Да. Так. У меня декор бирюзовый, поэтому я буду сыпать там, где бирюза. А, еще надо как это, вот есть же повар, который вот так... Да, да. Через руку, да? Ой, какая красота. Это своего рода арт-терапия. Когда ты копаешь, когда ты красишь. Что-то у нее хочется. Здесь тоже можно. Тоже можно? Да, только в одном месте. А-а-а. И я советую каждому человеку находить время для творчества. Это отлично. Да, красиво. Если вы хотите сделать поднос, то можно без объемного декора, допустим, да? Да, вот смотри, вот мы вот так вот сделали. Я знаю, что картина должна сохнуть 24 часа. Да. Да, мы ее не должны шевелить, потому что все растечется. Да. Ну вот смотри, тут же у тебя есть, например, вот гладкая, а есть вот такое вот с лаком. Да, это вот уже надо чем-то отдельно покрасить, да? Да, это уже эпоксидная смола. Это уже другая техника. А-а-а, это вот тоже целое это, да? Да. После полного всохранения. Угу, все. Смотри, как красиво получилось. Так красиво, но вот это меня немножко смущает. Вот это вот мое. Ну ладно. Можно еще сдувать чуть-чуть. Оно распределяется. И прямо вот тут дуло. Когда засохнет, картина у нас тоже приобретится. И она прямо сейчас вся шевелится же. Да, она впитается. И выйдет совсем другая картина. Классно, да. И вот представляете, если вы идете, допустим, на день рождения, вы не дарите там какой-то сертификат подарочный, да? А свою картину. Это же вот столько любви, столько заботы. Это очень здорово. И мы потратили сейчас с вами всего. Этот процесс у нас занял 8 минут. Да. 8 минут вы это рисуете. 24 часов нет, и подарок готов. Да. Как классно. Вот. Большое спасибо, Нюрка Яна, что ты поделилась этой техникой. А вот смотри, вот эти камушки, они бывают разноцветные тоже, да? Да. Да, разного цвета. Я принесла сегодня, допустим, бирюзу. Можно сделать море, когда камни будут уже такие бежевые. А, можно, наверное, еще вообще взять ракушки, вот аккуратно, когда все высохнет, уже клеем как-то. Море красиво делать именно в такой технике. Если как всем несловно. Да, здорово. Дорогие телезрители, вот. Сегодня мы поделились с вами такой классной техникой. Попробуйте повторить. Я желаю вам, ну вот тема у нас сегодня была об эмоциональном выгорании. Я желаю, чтобы у вас этого не было. И если даже будет, то вы теперь знаете, как выходить из этого состояния. Желаем вам хороших выходных. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова